Доброго дня вам, дорогие друзья! Часто меня спрашивают, к какой традиции я отношусь к какому течению, или религии, или... Ну, вы поняли, в общем. Я считаю, что данный вопрос, ну, лично для меня, это как если бы меня спросили, какая марка машины тебе больше нравится, какую марку машины ты больше любишь. Я смотрю на это так, что вчера BMW, завтра Toyota, послезавтра Hyundai. То есть каждый раз выходит какая-то новая марка машины, которая является более качественной, чем предшествующая. Конечно, есть раритетные модели, которые продолжают цениться и по сей день. Но, будем говорить честно, это ценится только из-за своего внешнего вида, из-за каких-то временных событий, связанных с этой моделью. Ну, по скорости и по качеству, по удобству в салоне они, конечно же, будут уступать современному комфорту тех моделей, которые выходят именно в современном мире. И вот, соответственно, дело, конечно же, не в моделях, дело не в марках машины, дело, опять же, в качестве, в удобстве, в комфорте, в техническом оснащении. Я думаю, что многие из вас согласятся. То же самое, такой же взгляд я имею и на традиции, и на духовные течения. Соответственно, себя я к какому-то течению духовному не отношу, к какой-то традиции я тоже себя не отношу, по той самой причине, по которой я именно ценю наивысшее качество в той или иной традиции. И, точнее сказать, сосредотачиваюсь непосредственно на самом качестве, а не на традиции, не на форменном проявлении. И для меня это качество выражается именно в 13 алмазах. То есть наивысшая духовность, наивысшая вот именно качественная составляющая, она проявляется в этих 13 состояниях, которые, когда вы можете проживать их в каждый свой Божий день, в каждый миг, в каждое из этих 13 состояний, то, соответственно, жизнь ваша кардинально меняется в такую сторону, в которую вы раньше могли и не задумываться о том, что жизнь может поменяться вот именно так. Можно сосредотачиваться на формах, можно сосредотачиваться на качестве, можно следовать бездумно каким-то традициям, каким-то церемониям, каким-то обрядам, но не понимать, для чего все это делается, для каких целей, по каким причинам, для каких последствий. А можно и не участвовать во всех этих обрядах, традициях, церемониях, но отслеживать в себе именно состояние. И вот если вы входите в одно из 13 состояний, а лучше в целостности практиковать каждое из этих 13 состояний, то, что мы называем 13 алмазами, то вы можете, что называется, находиться в миру, но быть не от мира сего, то есть помнить о том, кем вы являетесь на самом деле. Это я, конечно, сказал сейчас образно, иначе сейчас посыпятся комментарии, что кем ты считаешь, мы все являемся, откуда мы там прилетели. А все это неважно абсолютно, откуда, кто пришел, прилетел. Факт, есть факт, что вы родились в этот мир, и дальше как вы проживаете эту жизнь. Именно с позиции качественного проживания этой жизни. И вот эти 13 алмазов, это есть признательность и благодарность, это сочувствие, это вера, это невинность, гармония и мир, воображение, любовь, радость, кротость, правда, страсть и воодушевление, единство совершенного света и мудрость. Вот эти все 13 состояний, которые вы можете отслеживать внутри себя, насколько вы общаетесь с окружающим миром, с ближайшими для вас людьми, насколько вы даже в мыслях, какие мысли содержите, как вы реагируете, какие чувства испытываете, какие эмоции. И вот соотносится ли все это с 13 этими состояниями, с 13 алмазами. Вот что для меня самое ценное, а не какие-то традиции, не какие-то внешние факторы их проявления. Если говорить о традициях, в каждой традиции можно найти какой-то один или два или несколько ценных алмазов, и именно вот как раз-таки собрав их воедино в целостности в 13, можно, соответственно, проживать их внутри себя, как такой вот духовный, духовно-нравственный стержень, на котором может закладываться фундамент всей вашей жизни. Часто меня, конечно, можно увидеть в, скажем так, общении, сообщении со славянским миром, со славянскими традициями. И да, этот мир, я скажу, что эта традиция, она, скажем так, мне нравится именно по той причине, что, ну, на мой взгляд, просто эта традиция, этот мир, славянский мир, он сохранил в себе, скажем так, наибольшее число, количество, два, если угодно, вот этих вот духовно-нравственных составляющих, которые очень интересны, которые очень, ну, скажем так, ценны для проживания повседневного в том числе. Но опять же я повторюсь, что я не привязываюсь даже к тому же славянскому миру, к той же славянской традиции, и делаю акцент, делаю упор именно на 13 алмазов, 13 составляющих, которые мы можем проживать внутри себя, независимо от традиций, форменных проявлений, религий и так далее. Я надеюсь, что ответил на этот частый вопрос. Ну, а вы, конечно же, делаете каждый свой выбор, к какой традиции себя относить, к какому форменному проявлению, в какую, другими словами, одежку себя облачать. Это выбор лично каждого. И мы, конечно же, относимся с уважением ко всем традициям, которые существуют в этом мире, и стараемся только дружить и налаживать контакт, налаживать связь с окружающим миром, чтобы гармонизировать, чтобы именно объединяться, а не разъединяться, что очень важно, на мой взгляд. Еще раз, задача – это объединение, потому что в единстве заключается наибольшая сила. Если вы понаблюдаете за той же природой, понаблюдаем за муравьями, за пчелами, за теми же рыбами, когда они плавают косяками, за птицами, когда они держатся друг друга, нам нужно людям брать пример именно с природы, потому что в единстве заключается наивысшая сила. Именно та сила, которую эго в своей иллюзорности пытается стяжать на себя, думая, что я сейчас вот такой великий, достигну славы, достигну каких-то результатов, стану самым сильным в этом мире. Вот только вот этот я, вот это вот иллюзорное мое я, я один. Нет, это все иллюзия. Только в единстве, в целостном сотворении, в сотворчестве мы можем именно достичь наивысшей точки силы, славы, результатов, мироустройства, личной жизни. Я думаю, что мы к этому сейчас как человечество идем, и чем скорее мы придем к этому и поймем это, тем быстрее настанут именно те времена, о которых так все мечтают. И каждый из нас получит именно то ощущение силы, о котором подсознательно мечтает и стремится, но идет к этому пока что немножко в таком эгоистичном проявлении своего именно я. Желаю вам, дорогие друзья, наибольшего осознания частью себя как частью единого целого организма и проживание всех 13 алмазов, 13 состояний в вашей повседневной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok